Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале CBC. С вами Эльна Ралиева. Главным темам дня. Создался телефонный разговор госсекретаря США Эльхамом Алиевым. Энтони Блинкин выразил приверженность США нормализации отношений между Армении и Азербайджаном. Зангизурский коридор будет иметь особое значение для развития сотрудничества между странами всего региона. Об этом заявил глава МИДа Азербайджана в ходе выступления на заседании Совета министров стран-членов ОС. Президент Турции Эджет Тепер Доган заявил, что Швеция не стоит ожидать от Анкары поддержки ее заявки на вступление в НАТО после выдачи властям этой страны и разрешения на проведение анти-турецких акций. Мирный договор, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном, должен охватывать нормализацию двусторонних отношений на основе норм и принципов международного права и представленных Азербайджаном пяти принципов. Об этом президент Ильхамалиев заявил в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкином. В свою очередь Блинкин выразил приверженность Вашингтона нормализации отношений между Баку и Ереваном. Эксперты же уверены, что Соединенные Штаты пытаются укрепить свои позиции на Южном Кавказе, учитывая имеющийся потенциал региона и геополитические изменения в мире. США в последнее время пытаются играть все более активную роль в регионе Южного Кавказа, в частности в вопросе нормализации армяно-азербайджанских отношений. Свидетельством этому могут служить и состоявшиеся в конце прошлого года встречи госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с азербайджанской и армянской сторонами. Визит в Баку старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филиппа Рикера, а также телефонные переговоры госсекретаря США Энтони Блинкина с президентом Азербайджана Ильхаом Малиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Соединенные Штаты Америки всегда выступали и выступают. И, скорее всего, я ощущу уверенность, что буду выступать за нормализацию отношений между Азербайджаном и Азербайджаном. Вообще, в общем-то, заинтересован в стабилизации ситуации в Южном Кавказе и развитии и окончательного улучшения эволюционных конфликтов. Всех конфликтов. Соединенные Штаты не раз заявляли о том, что у Баку и Еревана есть возможность добиться прогресса в нормализации отношений. При этом эксперты уверены, что здесь Вашингтон пытается укрепить свои позиции на Южном Кавказе, учитывая все геополитические изменения в мире. Соединенные Штаты тоже пытаются играть роль посредника между Азербайджаном и Арменией. Видимо, позиция Соединенных Штатов начинает меняться. Мы знаем, что позиция демократической партии Америки всегда была в общем проармянской. Мы помним слова Нэнси Пелоси, которая активно защищала интересы армян. Но видимо, сейчас в связи с его ходом и изменением позиций в мире, скорее всего, Соединенные Штаты начинают понимать, что их роль должна быть несколько иной. Если наши интересы будут учтены, то, пожалуйста, мы не против того, чтобы к этому подключились Соединенные Штаты и Россия, и Евросоюз, и любая страна, которая будет предлагать приемлемые условия, которые устраивает Азербайджан. Соединенные Штаты ставят во главу всех процессов на Южном Кавказе именно Азербайджан. Для них и их союзников в Европе регион приобретает большую значимость в силу его транспортно-логистического потенциала. Как отмечают эксперты, США пытаются в том числе притеснить Россию и Европейский Союз, чтобы занять лидирующую позицию. Соединенные Штаты, видимо, пытаются тоже восстановить какое-то свое собственное видение проблемой, и поэтому они стремятся, ну, во-первых, потеснить немножко Евросоюз, ну и, понятное дело, потеснить Россию, ее влияние здесь несколько ослабить для того, чтобы укрепить свое собственное влияние. Здесь придет борьба, конечно, интересов крупных держав. Понятное дело, если, конечно, все это вместе соединиться ради влага мира, в общем-то, я думаю, никто возражать не будет. Самое главное, чтобы их интересы не привели к каким-то более серьезным последствиям и большей конфронтации. Важно, чтобы они сейчас осознали, что позиция Азербайджана остается неизменной. То, что позиция Азербайджана остается неизменной, еще раз подтверждают и заявления президента Ильхама Алиева в состоявшемся накануне телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкином. Мирный договор, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном, должен охватывать нормализацию двухсторонних отношений на основе норм и принципов международного права, а также от представленных Баку пяти принципов. Зангизурский коридор будет иметь особое значение для развития сотрудничества между странами всего региона. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании глав МИД стран-членов организации экономического сотрудничества в Ташкенте. На какие еще моменты обратил внимание азербайджанский дипломат в рамках своего выступления, расскажет Бурчуной Мусалям Кызы. Бурчуной, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, 26 заседание СМИД ОС в первой половине дня закончила свою работу. После заседания был проведен брифинг с участием генерального секретаря ОС Хусрафа Нозерей для средств массовой информации. В своем выступлении Хусраф Нозерей подчеркнул, что приняв Ташкентское коммунике в качестве важного итогового документа данного заседания, Совет Министров ОС, в частности, единодушно согласовал следующие документы. Это я буквально прочту приведение регулярных совещаний в рамках недавно созданного Комитета высокого уровня с целью выработки рекомендаций касательно перспектив сотрудничества в регионе ОС. Устав регионального центра ОС по управлению рисками стихийных бедствий в плане продвижения регионального сотрудничества по снижению рисков стихийных бедствий. Новая инициатива секретариата по укреплению транспортного сообщения, включая транскаспийские коридоры, в частности, коридор Алматы-Истамбул. Расширение регионального сотрудничества в целях энергетической безопасности и устойчивой энергетики, а также коммерциализацию Центра чистой энергии ОС. Создание диалоговой платформы высокого уровня по экологическому сотрудничеству с участием международных ученых и экспертов. Расширение и укрепление регионального сотрудничества в сфере продовольственной безопасности и поощрение большей координации и сотрудничества в области сельского хозяйства. Также на брифинге было отмечено, что председательство Узбекистана также оставалось очень активным в сфере туризма. И в 2022 году была создана сеть туроператоров ОС, объединившая 242 туроператоров и туристических агентств из Азербайджана, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. В конце брифинга генсекретарь ОС поблагодарил все страны и члены за их решительную поддержку и приверженность целям организации и поприветствовал Азербайджанскую республику в качестве председателя ОС в 2023 году. Нам известно, что 2023 год был провозглашен Азербайджаном годом зеленого перехода и взаимосвязанности. И организация намерена активизировать усилия, уделяя более пристальное внимание сотрудничеству в сфере окружающей среды, энергетики и соединяемости. И страны-участники надеются, что Азербайджан придаст новый импульс повестки дня организации, в частности, путем расширения сотрудничества в рамках темы «зеленый переход» и взаимосвязанность. У меня на сегодня все. Спасибо. Ну что ж, спасибо. На связи со студией была Бурчиной Мусалям Казе. Продолжаем наш выпуск. Армянская сторона пытается обмануть международные институты, говоря о якобы блокаде Лачина. И делают это они из-за того, что сознают потерю своей силы. Об этом заявил глава делегации Азербайджана в парламентской ассамблее Совета Европы Сами Циидов, выступая на зимней сессии организаций. Представитель Азербайджана подчеркнул, что Лачинская дорога открыта и что некоторые силы в ПАСЭ пытаются представить этот вопрос совсем иначе, нежели есть на самом деле. Дипломат добавил, что за два года, прошедшие после освобождения азербайджанских земель, официальный БАКО сделал все для мира. Армянская сторона, наоборот, всячески стремит сорвать переговорный процесс. Саммит Циидов посоветовал Армении начать думать о прочном мире в регионе вместе с Азербайджаном, а не умолять международной организации. Армения обещала своему населению восстановить мир, но не может выполнить обязательства перед своим же народом. Не может встречаться с азербайджанцами и обсуждать будущее региона. Вместо этого они провоцируют людей, проживающих в Карабахе. Сейчас Карабах привозят Рубена Варданяна. Вы должны хорошо его знать. Этот человек находится под санцами многих учреждений Европы и США. И теперь они боятся его, потому что этот человек начинает идти к власти не в Карабахе, нет, а в Армении. В Старсбурге начала работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Главными темами для обсуждения стали ситуации вокруг России и Украины, недавние напряженности в отношениях между Приштиной и Белградом, а также ситуации на Лачинской дороге. Сессия продлится до 27 января. На участке дороги Ханки-Андалачин уже второй месяц продолжается мирная акция протеста азербайджанских эко-активистов и представителей неправительственных организаций. Они протестуют против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях. На данном участке дороги беспрепятственно приезжают автоколонны российских миротворцев, а также машины Международного комитета Красного Креста. Последними новостями с нами поделится мой коллега Мурат Ахундов, он с нами на связи. Мурат, здравствуй, тебе слово. Какие новости у тебя к этому часу? Здравствуй, Эльнара. Добрый день. Приветствую тебя из города Шуша. Сегодня 44-й день акции эко-активистов. Очень знаменательная дата. На самом деле, именно за 44 дня азербайджанские военнослужащие освободили Карабаха от сепаратистов. В 2020 году. И сегодня 44-й день акции, которая началась 12 декабря уже прошлого года. Я напомню, что акция началась после того, как группа азербайджанских экологов, состоящих из представителей Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, закрытого акционерного общества Азерболд, не смогли попасть на месторождение Газабулак и Дамирли, которые находятся на территориях, временно подконтрольных российским миротворческим силам. И 10 декабря они столкнулись с провокацией армянских сепаратистов, с группой вооруженных и агрессивно настроенных молодых людей, которые проживают на этих территориях, где массово проживают армяне, и временно дислоцирован российский миротворческий контингент. И спустя 2 дня, 12 декабря, экоактивисты Азербайджана начали свою акцию именно здесь, на участке дороги, на Алачинской дороге, которая проходит через город Шуша. Сегодня, как я сказал, 44-й день акции, и сегодня с утра проехали несколько колонн и автомобилей российских миротворческих сил. Вот буквально несколько минут назад, минут 15 назад, наверное, проехала еще одна колонна, которая везла продовольствие и предметы первой необходимости. Мы видели, что некоторые грузовики, они приезжали, и видно, более-менее видно, что там. Это на самом деле мы видели, что там есть уголь, и проехал один грузовик с бензином. Это еще раз подтверждает, что дорога, которая ведет из Армении в Карабах, где массово проживают армяне, и временно дислоцирован российский миротворческий контингент, полностью открыта, и акции азербайджанских экоактивистов, волонтеров, и также представителей гражданского общества носит абсолютно мирный характер. И то, что якобы дорога заблокирована, и армянское население Карабаха находится в блокаде, является еще одной ложью и пропагандой сепаратистов, которые трубят об этом по всему миру, пытаются ввести в заблуждение мировое сообщество. Но кадры, которые и сегодня мы показали в эфире, а также на протяжении всех 44 дней экоакции приезжали колонны российских миротворческих сил, а также автомобили Международного комитета Красного Креста еще раз доказывают, что все, что говорят в армянском обществе является абсолютной ложью, и то, что якобы блокада и голодающее население, это является всего лишь частью пропаганды и фейков. Потому что в день, вот, например, вчера, когда мы здесь были, вчера на протяжении всего дня проехало около 60, если не больше, автомобилей и грузовиков российских миротворческих сил, а также несколько машин Международного комитета Красного Креста, что еще раз подтверждает мирный характер этой акции. Азербайджанские волонтеры и экоактивисты, они подтверждают, что они будут стоять здесь до последнего, пока все требования азербайджанской стороны не будут выполнены, не будет остановлен экоцит на территории Азербайджана, пока не допустят азербайджанских экологов к мониторингу, ну и лозунги, конечно же, экоактивистов, они остаются неизменными. 24 часа они призывают к остановке экоцида, к остановке экотеррора и проведению мониторинга на месторождениях Дамирли и Газелбулак. Пока что сегодня погода тоже радует, несмотря на то, что вчера было достаточно холодно, а сегодня более-менее приемлемая погода, азербайджанские экоактивисты всю ночь здесь стояли, и уже на протяжении 44 дней они, несмотря ни на снег, несмотря ни на холод, и также, независимо от времени суток, все еще продолжают здесь, и 24 часа скандируют лозунги и призывают к выполнению всех законных требований со стороны российского миротворческого контингента. Но пока что акция проходит так, последними новостями я с вами поделился, если будут какие-то новости в следующих подключениях, в следующих выпусках, мы обязательно об этом расскажем, но пока что я передаю слово тебе, Эльнара. Спасибо, Мурат. Будем ждать. Я напомню, что на связи со студией из окрестностей города США был мой коллега Мурат Ахундов. Он рассказал о ситуации вокруг мирной акции протеста азербайджанских экоактивистов на участке дороги Лачен-Ханкенде. Продолжаем наш выпуск. Письмо главы постоянного представительства Азербайджана при ООН Яшара Алиева на имя генерального секретаря организации Антонио Гутерриша опубликовано в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. В нем отмечается, что Армения обязана сообщить о судьбе тысяч пропавших без вести азербайджанцев в результате почти 30-летней оккупационной политики. Так, в результате агрессии Армении против Азербайджана без вести пропали около 4 тысяч граждан Азербайджана. Отмечается, что десятки азербайджанских заключенных в армянском плену погибли или пропали без вести даже после визита Международного комитета Красного Кресла. В то же время представитель Азербайджана заявил, что массовые захоронения, обнаруженные после освобождения оккупированных территорий, проливают свет на то, что Армения преднамеренно преследует мирных жителей на этих землях. Французские СМИ в очередной раз занимаются распространением ложной информации о ситуации в Карабахском экономическом районе Азербайджана. На этот раз дезинформация отличилась французской радио RFC. На сайте радио была опубликована статья под заголовком «Армения в Нагорно-Карабахском регионе идет этноцид». В ней говорится, якобы имеющим место быть давление, которое оказывается на армян Карабаха со стороны Турции и Азербайджана. Так называемый эксперт Тигран Егивян в статье проводит безосновательные аргументы о якобы блокаде Лачинской дороги и беспокоится о христианском наследии в Карабахе. Больше всего привлекло внимание, что в статье используется фотография разрушенного наследия, не армянского, а азербайджанского. Именно фотография, уничтоженного армянами азербайджанского города Физули. Это в очередной раз доказывает, что французские СМИ не обладают необходимой информацией и продолжают тиражировать ложные материалы армянского лобби. Документ по концепции возвращения в Западный Азербайджан подготовлен и в скором времени будет представлен на подтверждение. Об этом телеканал CBC сообщила пресс-секретарь общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфугар. Она заявила, что концепция подготовлена в соответствии с законами международного права. Ранее организация обратилась к населению с призывом предложить свое видение возвращения на исконные азербайджанские земли. Данные заявки также были учтены при составлении концепции. Концепция возвращения в Западный Азербайджан находится на завершающей стадии. При составлении документа мы опирались на факты, которые отражают историческую реальность об изгнании азербайджанцев с их исконных земель. Концепция составлена с соблюдением норм международного права. А также мы учли заявки, которые отправляли на почту общину. В заявках отражено видение специалистов из самых разных областей, касаемо концепции возвращения в Западный Азербайджан. В ближайшем будущем концепция будет представлена вниманию широкой общественности. А Армения вновь предала Россию. Ереван продолжает сотрудничество с Францией и Европейским Союзом с целью ослабить влияние Кремля в регионе. Отправка гражданской миссии Евросоюза в Армению считают эксперты часть этой геополитической игры. Шамистан Мамедов продолжит. Европейский Союз пытается вытеснить Россию с Южного Кавказа. Антироссийским интересом ЕС уже долгие годы служит Армения. В этом уверен политолог Евгений Михайлов. По его словам, очередным предательством Еревана в отношении Москвы стало направление гражданской миссии Евросоюза в Армению. Мандат новой миссии рассчитан на два года и будет действовать в приграничных районах страны. Далеко не дружественные шаги Еревана, уверен Михайлов, приведут к обострению и без того пошатнувшихся армяно-российских отношений. На мой взгляд, планируемая миссия от Европейского Союза в Армении в количестве 400 человек на два года является прямым нарушением национальных интересов как Азербайджаном, так и Москвой. Россия обеспечивает безопасность Армении, Россия обеспечивает безопасность и соблюдение подписанных договоренностей между Ереваном и Баку, Россия границы обеспечивает пограничниками, ну и, соответственно, миротворцы присутствуют в регионе. И тем самым Европейский Союз при усердии Еревана пытается, на мой взгляд, в будущем развязать новую эскалацию в регионе. Еще в прошлом году Евросоюз заявлял, что гражданская миссия в Армении не будет носить долгосрочный характер. Своих слов ЕС не сдержал. По мнению экспертов, разместить в регионе наблюдателей на постоянной основе и было главной, но на тот момент латентной целью Евросоюза. В этом деле особую роль сыграла Франция, которая всячески потакает в захватнической политике Армении и пытается распространить свое влияние на Южном Кавказе. Парижа не удастся укрепиться в зоне стратегических интересов Москвы, считают эксперты. Враждебные действия со стороны Армении в отношении как России, так и ОДКБ не останутся без ответа Кремля. Вполне ожидаемо, что Европейский Союз может увеличить миссию до нескольких тысяч человек с целью переформатировать эту миссию, некое военное подразделение миротворческое и заменить россиян, попытаться каким-то образом при непосредственной поддержке Еревана, который пока еще является союзником Москвы. И тем более мы знаем, что за этим стоит Франция, которая все эти годы отстаивала прямые интересы Еревана, ну, конечно, учитывая свои и блока НАТО. Отправка миссии Евросоюза в Армению – это часть геополитической игры, которую организация ведет против России. Действия Шехеревана вновь показали, что своих союзнических обязанностей армянская сторона не выполняет. Армения даже не уведомляла Кремль и не проводила политических консультаций о планах допустить на свою территорию европейских наблюдателей. Об этом говорят и заявления официальных лиц России. Наблюдательная миссия, считают эксперты, будет способствовать поддержке реваншизма в Армении. Провозгласивший себя государственным министром сепаратистского режима Армен Варданян стал гостем у знаменитого английского журналиста Стивена Сакуру на передаче «Хард толк» на BBC. По итогам беседы стало ясно, что респондент к прямым и открытым вопросам готов и не был ровно так же, как и не был осведомлен о текущей ситуации в регионе. Иначе не стал выдавать желаемое за действительное, что в принципе традиционно наблюдается в некоторых армянских кругах. Об этом более подробно поговорим с политическим обозревателем Ильясом Гусейновым. Он с нами на связи. Добрый день. Добрый день. Ильяс Малим, как вы считаете, на что же все-таки рассчитывал Варданян, принимая участие в подобной беседе? Судя по его реакции, не был он готов к тому, что ведущий передачи достаточно грамотно разбирается в теме беседы и совершенно не настроен поддерживать сепаратистский режим. Спасибо большое за вопрос. Если в целом взять, то армянские политики любят выступать в этой программе у Стивена Сакура. Мы еще помним интервью главы МИД Армении Забраба Мацаканьяна до Второй Карабахской войны, а во время войны уже выступал на этой программе Сан-Никол Пашиньян. И оба этих спикера были опозорены, и к их числу еще добавился российский альгарх армянского происхождения Рубен Варданян. И вы как правильно упомянули, он не был готов к этой беседе. И во время интервью он себя показал как открытый наставленник Кремля. И про вопросы России, Кремля, Путина он стал демонстративно отходить от этих вопросов и предлагал говорить о гуманитарной катастрофе якобы на дороге Лачин-Ханкенде. И еще примечательно то, что Север Сакур дает очень четкие вопросы задает в Варданян и говорит о дружбе с Путиным, о тех миллиардах, которые он заработал, когда жил в России. И потом отказался от российского гражданства и переехал в Ханкенде. Конечно, Варданян ждал, что это интервью даст очень большой дезонанс как мировой общественности, так и внутренней общественности, и особенно тем гражданам, которые живут в Ерлане. И не секрет, что Варданян является проектом России. И если посмотреть на это интервью, и внимательно следить за этими вопросами, под этим интервью можно это узнать невооруженным глазом. Конечно, Официальный Баку очень часто говорил об этом, что после операции решительный ответ, возмездие, этот проект был насильно включен, если будем называть вещи именами, вот в этот проект в Ханкенде. И после того, как его назначили государственным министром, он уже начал давать интервью, показывать то, что он главный среди этих сепаратистов. Но я думаю, что вот этот проект уже обречен на провал, потому что этого проекта уже многие СМИ, многие политики разоблачили. И что смог достичь Варданян, вот начиная с сентября, как он переселился в Ханкенде? Не работает сейчас большой промышленный объект, который дает экономические выгоды сепаратистам Армении и тем покровителям, которые эксплуатируют азербайджанские минеральные ресурсы. И плюс Азербайджан ужесточил контроль над этой дорогой. Несмотря на то, что акция наших экоактивистов не несет никакой политической подоплеки, но мы видим, что никакие вооружения, техника, мины, произведенные в Армении, уже не проводятся через эту дорогу. Сюда можем еще добавить диверсантов, тех политиков, парламентариев Армении, кандидатов к президенту разных республик. И поэтому дорога сейчас функционирует в гуманитарных целях. И вчера господин президент Ирхам Алиев в ходе разговора с Белинкиным сказал, что около тысячи автомобилей, как Гератворческих сил, так и Международного Красного Креста прошли через эту дорогу в обеих направлениях, как в Ереван, так и в Ханкенде. И поэтому говорить о гуманитарной катастрофе, о тяжелых жизненных обстоятельствах этнических армян, которые живут в Азербайджане, это просто абсурдно. И Варданян, конечно, надеялся на то, что вызовет сожаление у той большой аудитории, которая владеет известным всему миру ведущей Селенсакур. Ну что ж, спасибо вам большое. Вам спасибо. На связи со студией был политический обозреватель Ильяса Гусейнов. Мы продолжаем наш выпуск. Министерство иностранных дел Ирана резко осудило резолюцию Европарламента с призывом к руководству ЕС включить корпус стражи исламской революции в список террористических организаций. По словам главы ведомства Хусейна Амира Абдаллахьяна, иранский парламент уже работает над законопроектом о контрмерах среди возможных вариантов задержания иностранных нефтяных танкеров в Персидском заливе или же перекрытие Армузского пролива, имеющего ключевое значение для мировой торговли энергоносителями. Выступая на брифинге для прессы, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани также заявил, что Тегеран разработает контрмеры в ответ на призыв Европарламента включить корпус стражи исламской революции в список террористов. По его словам, определение официальной организации страны как террористической не имеет места в международном праве и противоречит уставу ООН. Любая агрессия в отношении КСИР, какой бы она ни была, будет восприниматься как агрессия против национальной безопасности Исламской Республики Иран, и агрессор столкнётся с её результатами и последствиями. В этом нет никаких сомнений. Необходимо напомнить Европейскому Союзу, в парламенте подготовлен проект внесения поправок в закон об ответных мерах на признание КСИР Соединёнными Штатами террористической организацией. Этот проект будет распространяться на все страны-члены ЕС, в том числе принадлежащие им вооружённые силы, их организации и институты, которые внесут КСИР в список террористических организаций. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган попросил Швецию не ждать от Анкары поддержки во вступление в НАТО. Об этом он заявил после заседания Кабинета министров. Так Эрдоган отреагировал на сажение Корана перед турецким посольством Стокгольме. Турецкий лидер подчеркнул, что ждёт от Стокгольма полного выполнения взятых перед Турцией обязательств по борьбе с террористическими организациями. Ни один человек не имеет права оскорблять мусульман или людей других религий и верований. Безобразный поступок в Швеции является оскорблением для всех, кто уважает основные права и свободы людей, особенно для мусульман. Те, кто устроил такой позор перед посольством нашей страны, не могут больше ожидать от нас одобрения своих заявлений о членстве в НАТО. Однако Соединённые Штаты ожидают, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО состоится, невзирая на заявление президента Турции. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жампьер. Вашингтон согласен со словами премьер-министра Швеции Ульфа Кристерсона о том, что произошедшее в Стокгольме было актом глубокого неуважения к мусульманам. Однако мы продолжаем ожидать, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в качестве членов. Это усилит как их собственную безопасность, так и безопасность Евроатлантического региона. Процесс получения им членств продолжается, и Соединенные Штаты полностью привержены вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в своем телеграм-канале об уходе с поста. Тимошенко поблагодарил Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела. Как пишут местные СМИ, место Тимошенко займет глава областной администрации Алексей Кулева. Кирилла Тимошенко могут назначить главой Херсонской областной военной администрации. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил о кадровых перестановках на всех уровнях украинской власти, которые начались после громких обвинений во взяточничестве, пишет Рейдерс. Уже есть кадровые решения. Часть сегодня, часть будет завтра. Относительно управленцев разного уровня в министерствах и структурах центральной власти и в регионах, и в правоохранительной системе. Отношения с Западой и Россией накалились достаточно, и теперь можно говорить об открытом военном столкновении между странами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, страны Запада, как и Украина, стремятся уничтожить все русское, что благополучно существовало на территориях веками. В том числе приводит примеры глава МИД «Запрет на территорию Украины» русскоязычным гражданам говорить на их родном языке. Поэтому, когда мы говорим о том, что там происходит на Украине, мы говорим о том, что эта война, она уже почти не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая людям говорить на их родном языке. Во Франции пекари вышли на акцию протеста против роста тарифов на электроэнергию. Фактически, в настоящее время тарифный счет по ценам на электроэнергию открыт только для предприятий с численностью персонала менее 10 человек, с годовым оборотом менее 2 миллионов евро. В Парижском регионе счета за электричество за последние 5 месяцев выросли в 10 раз. Печи теперь не держат включенными весь день, и не всем покупателям удается получить горячий и свежий хлеб. Французские пекари считают недостаточным механизмом помощи, уже созданной исполнительной властью Франции, в частности, тарифный счет, а также помощь при оплате счетов за газоэлектричество. Они вышли на улицы с плакатами «Макрон реагирует», а также пекари отправляют сигнал бедствия. Демонстрация, начавшаяся с площади нации в Париже, завершилась в парке Берси перед зданием Министерства экономики Франции. Иностранные СМИ также светили протесты и реакцию жителей Парижа. «Я никогда в своей жизни не выходил на демонстрации. Это впервые. Мы просим фиксированные тарифы на электроэнергию. Не субсидии, а фиксированные тарифы. Сегодня я увольняю двух человек, своего кондитера и продавщицу. Хотя у них тоже есть жизнь. У них есть счета, по которым им надо платить, как и всем нам». Переходим к экономическим новостям. Анастасия Панарина продолжит. Цена одного барреля азербайджанской нефти марки «Азерилайт» выросла более чем на 2 доллара. Последняя цена сделок превышает 92 доллара за баррель. Отметим, что в настоящее время биржевые котировки нефти марки «Брент» превышают 88 долларов за баррель. Напомним, что минимальная цена на нефть «Азерилайт» была зафиксирована в апреле 2020 года на уровне 16 долларов. А максимум был в июле 2008 года – более 149,5 долларов. Британская транснациональная нефтегазовая компания BP приступает к новым буровым работам. В частности, начинается прокладка новой разведочной скважины на восточном крыле месторождения «Шах-Денис» в азербайджанском секторе Каспия. Согласно сообщению BP Азербайджан, работа осуществляется с полупогружной буровой установки «Гейдара-Лиев». Она была доставлена на место работ в декабре. По оценкам экспертов, глубина скважины составит около 7 тысяч метров. Ее бурение займет около года. Успех при проведении буровых работ позволит получить более четкое представление о возможностях добычи, а также и о потенциале газовых ресурсов более глубоких горизонтов. В случае успеха скважина даст более четкое представление о буримости, продуктивности и ресурсном потенциале более глубоких горизонтов под действующими продуктивными коллекторами на восточном фланге. Кроме того, по информации компании BP, начато бурение оценочной скважины на блоке месторождения Азари-Черах-Гюнашли. Целью этой работы является получение информации о глубоко залегающих газовых пластах блока Азари-Черах-Гюнашли. Губина скважины составит до 4,5 тысяч метров. Информация, полученная со скважины, даст более широкое представление о структуре данного района, а также о давлении в глубоко залежающих пластах. По планам компании, бурение этой скважины займет около трех месяцев. Ожидается, что запасы на глубоко залегающих газовых пластах составляют 300 миллиардов кубометров голубого топлива. В случае успешного результата бурения, информация, полученная со скважины, позволит получить более широкое представление о структуре данного района и о давлении в глубоко залегающих пластах. Шуша будет номинирована на звание туристической столицы Организации экономического сотрудничества в 2026 году. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхум Байрамов заявил в ходе выступления на 26-м заседании Совета министров организации, которая проходит в Ташкензе. Министр отметил, что в рамках председательства Азербайджана в организации будут приняты меры по началу деятельности Центра чистой энергетики ОАЭС. Также страна примет меры к запуску в Баку работы Центра экономических исследований ОАЭС. Европейский центральный банк продолжит повышать процентную ставку. Об этом заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард на ежегодном мероприятии одной из крупных биржевых организаций Deutsche Börse. Глава европейского регулятора отметила, что Европейский центробанк сделает все возможное для снижения инфляции до целевого уровня в 2%. Таким образом, Лагард намекнула на повышение учетной ставки на предстоящем заседании. Стоимость заимствований в еврозоне будет стабильно повышаться, пока не достигнет достаточно ограничительного уровня. Она будет держаться на этой отметке длительный период, добавила Кристин Лагард. Рост цен на энергоносители замедляется в последнее время, но базовая инфляция продолжает ускоряться. Поэтому крайне важно, чтобы темпы инфляции, превышающие целевой показатель Европейского центробанка в 2%, не закрепились в экономике. Месторождение золотоносной руды, которая по своим запасам может войти в сотню крупнейших в мире, обнаружено в Сербии. Об этом заявил президент этой страны Александр Вучич в своем обращении к нации. Заметим, что в настоящее время котировки золота на мировых рынках поднимаются. На утро вторника цена золота превысила 1930 долларов за тройскую унцию. Мы нашли еще одну территорию с гораздо большим количеством золота, чем Жагубица. Сейчас проводятся дополнительные проверки, но согласно предварительным данным, речь идет об одном из 100 богатейших по всему миру, а может быть и еще более крупном месторождении золота. Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубрав Каджедович заявила, что в сербском униципалитете Жагубица обнаружено крупное месторождение золота. Она подчеркнула, что это может иметь большое значение для экономики всей страны, особенно для Восточной Сербии. Президент Вучич заявлял ранее, что Сербия за последние два года значительно увеличила свои золотовалютные резервы. Он отмечал, что страна располагает с запасами золота, превышающими показатели 2020 года почти в три раза. Турецкие ударные и беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 вошли в число прорывных технологий 2023 года. Об этом гендиректор компании-производителя Baykar Haluk Bayraktar сообщил в Twitter. Список лучших разработок составили эксперты американского журнала Mid-Technology Review. К публикации на его веб-сайте подчеркивается, что летательные аппараты турецкого производства, такие как Bayraktar TB2, значительно расширили роль дронов в боевых действиях. Эксперты отмечают, что на протяжении десятилетий в сфере беспилотной авиации доминировали высокоточные ударные американские разработки. Однако, к примеру, в ходе конфликта в Украине используются малобюджетные модели. Беспилотник TB2 может развивать скорость до 138 миль в час, а радиус его действия достигает 186 миль. Кроме того, этот аппарат может находиться в воздухе 27 часов. Имея камеры, которые могут обмениваться видео с наземными станциями, TB2 становится мощным инструментом как для использования бомб с лазерным наведением, так и для координации артиллерийского огня, следует и сообщение Mid-Technology Review. В Пакистане более 1110 объектов энергетической инфраструктуры были восстановлены в течение суток после аварии. Однако, восстановительные работы все еще продолжаются. Об этом сообщает министр энергетики Пакистана Хурам Дагисткирхан. По его словам, для перезапуска угольных и атомных электростанций мощностью 6600 мегаватт и 3500 мегаватт потребуется от 48 до 72 часов. До тех пор, пока эти электростанции не будут работать, снабжение электроэнергии будет ограничено. Исключение составят промышленные предприятия. Кроме того, министр отметил, что станции, которым уже 4 года, нуждаются в модернизации. Накануне в энергосистеме Пакистана произошел масштабный сбой, который затронул все провинции страны и его столицу. Без света остались до 90% потребителей в крупнейшем городе Карача, где проживают свыше 10 миллионов человек. Министр энергетики Хурам Дагисткирхан сообщил, что авария произошла при запуске генераторов, которые отключаются на ночь для экономии. Главная цель черноморской инициативы по зерну – это борьба с глобальным продовольственным кризисом. Также это попытка оградить самые незащищенные группы населения мира от негативных последствий конфликта в Украине. Об этом на брифинге в Нью-Йорке заявил пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжарик. Организация поддерживает регулярные контакты на высоком уровне со всеми заинтересованными сторонами. Обсуждаются вопросы экспорта зерна и удобрений из России и Украины. Однако решения в нынешних условиях принимаются не самой организацией. Наши усилия по возвращению на рынок украинского продовольствия, а также российского продовольствия и удобрений, в том числе и аммиачных, имеют одну цель – это борьба с глобальным продовольственным кризисом. Мы уже наблюдали положительный эффект, который Черноморская зерновая инициатива оказала на продовольственные цены на глобальном уровне. Следует также помнить, что ООН не является стороной коммерческих контрактов. Поэтому, когда зерно покупается, продается и экспортируется через Черноморскую инициативу, у нас нет возможности диктовать, что будет в этих соглашениях. Это контракты между коммерческими сторонами. При этом ООН расценивает как очень плохую ситуацию блокировку российских удобрений в портах стран Евросоюза. Дюжарик сообщил, что судно всемирной продовольственной программы, доставившее российские удобрения из порта в Северной Европе в Малави, находится в порту Бейра в Мазамбике. На разгрузку и упаковку удобрений уйдет около недели, а затем они будут отправлены по суше в фермерские хозяйства, уточнил пресс-секретарь главы ООН. Больше кораблей не было. Это очень плохо, поскольку Аммиак, находящийся в ряде европейских портов, не может перевозиться. Сказать, что проблема, которую мы пытаемся решить, является сложной, будет при уменьшении. Что же касается наших усилий по экспорту российского зерна и удобрений, то мы не принимаем решения, мы принимаем усилия. Генеральный секретарь ООН, глава конференции по торговле и развитию и другие были в постоянном контакте со всеми вовлеченными сторонами. ООН продолжает общаться с российской и украинской стороной, а также с Европейским Союзом, США и представителями частного сектора. Власти Бразилии и Аргентины объявили о начале подготовки к созданию общей валюты. Об этом сообщили президенты двух стран Луис Лула Дасилва и Альберто Фернандес в совместной статье в аргентинском еженедельнике Перфил. Главы государства решили продолжить обсуждение идеи общей южноамериканской валюты. Ее можно будет использовать как для финансовых, так и для торговых операций. Это позволит снизить расходы и внешнюю зависимость, считают эксперты. По словам министра экономики Аргентины Серхио Массы, реализация проекта, вероятно, займет много лет. Министр напомнил, что Европе потребовалось 35 лет на создание евро. Эта идея, если реализуется, я думаю, что она очень хорошо отразится на экономике этих стран, потому что она упростит какие-то сделки между двумя странами, будь то экономически, финансово или касательно каких-то товарооборотов, сделает очень эффективным и менее, скажем так, будут уязвимыми от внешних каких-то крупных игроков на экономическом рынке. Для евро это занимало около, скажем так, 35 лет, чтобы, скажем, стать одним из лидеров на экономическом рынке. Но в то время нужно опять-таки заметить, что были популярны наличные расчеты, менее популярны безналичные расчеты, и не была, скажем так, развита банкская система, как сейчас. Бразилия предлагает назвать валюту Сур, что в переводе с испанского означает «юг». Как ранее сообщала The Financial Times, совместная валюта двух крупнейших экономик континента войдет в оборот параллельно с бразильским «Реалом» и аргентинским «Песо». Если к проекту присоединятся остальные страны Южной Америки, валютный союз охватит около 5% мирового ВВП. Это сделает его вторым в мире по объему. Для сравнения, на еврозону приходится около 14% глобального ВВП. Сейчас можно заметить, что есть какие-то преимущества для этих стран, потому что очень хорошо развита цифровизация именно в финансовой сфере, что дает очень большие преимущества по внедрению. И также нужно заметить, что очень большую роль играют люди, которые живут в этих странах. Насколько они быстро сориентируются и будут поддерживать эту идею и пользоваться единой валютой. Чтобы реализовать данную идею очень быстро, понадобится очень много времени, ресурсов, чтобы разыгрывать какие-то разные сценарии, чтобы потом меньше совершить ошибок, когда будет реализовываться этот проект в реальной жизни. Это были все новости экономики к этому часу. Эльнара, это были главные новости. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова